Ребятушки, всем привет! Сегодня просто замечательный день. Сегодня трек официально раскрыл данные по-новому. Трек Madone SLR 2023, седьмое поколение легендарной серии Madone. Сегодня будут слезы, сегодня будет смех. Посмотрим, собственно, сегодня вместе со мной на официальную страницу трек и на новые модельки, на реальный трек Madone вы сможете посмотреть уже с сегодняшнего дня, в зависимости, конечно, от того, когда конкретно вы смотрите. Хотя нет, в субботу. В субботу в пятницу на ТТ гоняет, в субботу вот на шоссейниках. Скорее всего, уже в субботу вы сможете увидеть воочию трек Madone в телевизоре, либо, соответственно, в реале, если вы где-то в Дании находитесь или где-то так. Либо осенью у вашего дилера трек. Ну, давайте посмотрим. Седьмое поколение, теперь этот факт в названии заключен. Теперь название стало еще больше или длиннее. Madone SLR 9 и Теп Ген 7. И, соответственно, у нас остался Madone SLR 9 и Теп Ген 6. Это, наверное, первый велосипед. Смотрите на это. Первый велосипед на великолепной, новой, легендарной, любимой в системе 105-й группе. Но, к сожалению, в новой ее итерации D2, о которой я сделал видео совсем недавно. Если хотите, можете заценить его. Но вот так вот выглядит велосипед на новой 105-й группе. По трек Мадонне я тоже делал отдельное видео. И не удивляйтесь, что я не удивляюсь тому, как этот велосипед выглядит. Я показал велосипед жене. Посмотрим вот на разные цвета. Вот, кстати, в этом больше нравится. Определенно. Но она сказала, что, ну, типа чепуха какая-то. Ну, выглядит несерьезно. От 7000 евро 700 и вы получите самый бюджетный трек Мадон SLR на вот 105-й D2. По размерной линейке ничего не поменялось. С 47-го все это начинается. Будет интересно посмотреть, как все это выглядит. Его отличают колеса. Здесь вместо RSL-версии здесь Pro, но тоже карбоновые. Новая группа. Давайте посмотрим, какую кассету здесь поставлю. 11.34. А тут некоторые возьмутся за голову. Кассета 11.34 на гоночном велосипеде. И компакт спереди 50.34. Окей. Наверное, нужно, да? Посмотрим, что у нас еще есть интересного. То есть, да, вес. 7.75. То есть, это очень даже здорово. Мадон схуднул. Самая легкая версия, конечно же, на Dura Ace. Но она не самая дорогая. Посмотрим на E-TEP. На Dura Ace версия MADON весит 7 килограмм, 100 грамм. То есть, это действительно самый легкий дисковый MADON за всю историю. И он, в принципе, довольно-таки легкий. Да. Но за счет чего? SSP удалили. Оставили дырку, о которой я уже говорил. Здесь трек говорит о какой-то аэродинамичности. Но, естественно, верить этому нельзя. Потому что не был выпущен White Paper. Даже White Paper не был выпущен. Соответственно, мы ничего не знаем конкретно об аэродинамике и условиях, при которых трек что-то там затестировал. Так что, оказывается, новый MADON 19W экономит на скорости 45 км в час по сравнению с прежним MADON. Опять-таки, что трек имеет под прежним в виду, тоже непонятно. Либо это SLR был, либо какой-то трек-мадон первый в поколении с колесами с профилем 30 мм, не знаю. Здесь непонятно. Никаких данных протоколов нет. В том числе, если вы посмотрите на линейку этого велосипеда и представите здесь ездока, то можно понять, что здесь вот происходит... Здесь поток воздуха врезается, потом идет как-то латеральный поток или как-то так. Я готовился, я готовился. Черт, как он латеральный поток. Дальше все это превращается в турбулентный поток. А этому турбулентному потоку уже примерно пофиг, что вот здесь вот сзади в районе подсидело находится. Что дырка там, что еще что-то. Конкретно я объяснял в другом видео про этот же мадон. Но здесь все это преподносится как что-то более аэродинамичное. В том числе сделали трубы вроде как пошире. Это в том числе связано с изменением правил UCI. Они немножко, сколько я понял, аэродинамичные вот эти правила улучшили. Но посмотрите на гигантский просвет между нижней трубой рамы и колесом. Здесь происходит отрыв воздуха, соответственно, от обода. Так или иначе, такой большой просвет это не для аэродинамики. То есть это не очень хорошо. Лучше всего литая форма. Но опять-таки у литой формы тоже есть свои плюсы и минусы. Если все это слить, то в конечном итоге велосипед будет слишком чувствительным к боковому ветру. Что в принципе имеет место быть, если вы катаетесь на достаточно высоком профиле. И катаетесь в местах, где ветер действительно серьезный. Сервис Manual уже доступен к закачке. Подсидел у нас, он имеется в четырех вариантах. Это два варианта, соответственно, по длине. Это короткий и длинный. И вариант с оффсетом 20 мм, либо без. Стандартно без оффсета. И, соответственно, у нас имеется игра в 70 мм. То есть можно опустить максимум на 70 мм или поднять максимум на 70 мм. В том числе всего один болт нынче. Но он все равно закручивается тем же самым образом, что и у предыдущего SLR. То есть до сих пор вот эти два отсека, как здесь видно, их не закрыли ничем. И туда будет попадать грязь, которая будет сложно оттуда вымыть как-то. Она будет так или иначе проходить вглубь всего всей этой конструкции. И желательно там все конкретно смазать, пересмазать какой-то мощной смазкой, которая будет обладать какими-то водостойкими свойствами. Но имеется вот один болт. Не знаю, насколько это хорошо будет держать. И туда, куда он вкручивается, опять-таки, может получиться так, что вот он вкручивается вот сюда. Вы выдвинули подсидел так, что в итоге момент вкручения оказался вот где-то как раз в промежутке, где карбон. И тогда можно вот эту штуку, в которую вкручивается болт, просто перевернуть. И, соответственно, вы сможете завернуть в свободное место вот в этом отсеке, скажем так. Ну, блин, придумали что-то с чем-то. Вот крепление с одним болтом, я не знаю, насколько это безопасно, действительно, потому что у старых моделей всегда были два болта, по крайней мере у SLR. И непонятно, как они сейчас ситуацию с одним решили. Вот здесь еще раз вот это место. Пром всего прочего, нельзя просто игнорировать вот этот момент, конечно, подсидело. Трек говорит, что, да, он какими-то особенными ценностями в области комфорта обладает, однако это для кого? То есть для ездока 60 килограмм будет тот же самый вот этот подсидел. Ездок, который 90 килограмм весит, все та же самая конструкция. То есть как это? Одно решение для всех, а как же прошлое решение? А если спид? Там огромный диапазон для всех, действительно для всех. Другой момент, что он реализован был хреновише. Но почему бы не реализовать это все по уму? Нет, трек или квест компосайс, который делает их в Китае, не обладает такими ресурсами. Либо это бы слишком дорого стоило, либо вес дополнительно не создавало. Пожалуйста. Здесь, соответственно, просто ее вырезали нафиг. И маркетинг сожрал минусы вот этого всего. То есть нельзя установить теперь вот этот момент демпфера. Раньше можно было. А сейчас трек думает, да пофиг. Так, вы можете 60 килограмм весить, вы можете 90. Нам примерно пофиг, у нас одно решение для всех. Потому что, ну, вы же заплатите в любом случае, поэтому. Теперь в 14 вариантах можно будет сказать разную комбинацию выноса и руля. Здесь, соответственно, ширина руля будет меняться. И дропы, кстати, на флэр. То есть они шире, чем верхняя часть, по-моему, на 3 сантиметра. Но в любом случае это просто жесть. То есть вы сделали в СЛР специально, в отличие от старого, совсем старого, 7-летнего Мадонна, в котором вот как раз комбинированная часть была. Вы сделали в СЛР разный руль и разный вынос. Теперь вы вернулись к старому. То есть все комбинировано. И к минусам этого тоже вернулись. Вот, собственно, этот руль выглядит, блин, без вопросов. Выглядит круто. И знаете что? Я бы даже сказал, что даже несмотря на вот это уродство, которое я показывал до этого, с вот этой выкрута, с подсиделом, с дыркой, все равно Мадонн выглядит другим. Мадонн выглядит другим. Я недавно Роза показывал. И, блин, он выглядит как любой другой. То есть реально можно там, я в фотошопе играл, да. Реально очень похожая рама на все остальные. И как вы, не знаю, как вы выбираете вообще, брать ли у этого производителя или у другого, если они примерно одно и то же продают. Наверное, нужно брать самое дешевое, нет? Если они одно и то же в конечном итоге предлагают. Но у трек все-таки это выглядит реально по-другому. То есть велосипед узнаваемый. И это то, чем Мадонн, наверное, всегда был. Велосипед действительно узнаваемый. Что девятый, что SLR. Прошлые версии, наверное, тоже, да. Но я не особо в тот момент угорал по этим Мадоннам. Армстронговский тоже Мадонн. Блин, его тоже можно было узнать. Вроде как чисто по окрасу. Хотя бы вот этому желтому, да, лайфстронг. И теперь коротко о клоунаде. То есть, понятно, велосипед доступен уже с серии SLR 800 OCLV. Только на дисках, на дисковых тормозах. Дисковые тормоза. MTB Gravel технологии. То есть то, что позволяет вам поставить покрышку буквально любой ширины, да. Ну, в рамках разумного. Трек официально говорит вам, что на этом велосипеде, на новом трек Мадонна SLR 2023, вы можете поставить максимально 28 мм. 28 мм. Официально. На дисковой версии. Это же просто жесть какая-то. Вы зачем вообще с ободного-то уходили? Если в конечном итоге максимальная покрышка, которую вы рекомендуете, 28 мм. Да, если вы поставите 28, там будет еще 6 мм места. То есть в конечном итоге вы можете больше поставить. Вплоть до, не знаю, 32, наверное, 33 мм. Что-то такое. Кстати, вот сзади, который Мадонна стоит, на нем 32 тоже залезает на ободных. Что тут происходит? Какая-то шутка, реально. Давайте к плюсам. Собственно, аэродинамика не подтверждена. Никакого white paper по сравнению с Мадонн 9, самым быстрым Мадонном за все время. Этверсия медленнее. То есть она имеет ротор, она имеет кучу спиц в переднем колесе. Что Трек сказал журналистам, чтобы они дальше вам говорили? Что они тестируют вместе с ездоком в воздушном канале. Окей, вы тестировали с одним ездоком или со сколькими? И вы знаете, что, скорее всего, тысячи ездоков, которые будут покупать этот велосипед, и они все разные. Они все разные. Зачем вы тестировали вместе с ездоком? Типа, который, кстати, это человек. Он может двигаться и тем самым создавать какие-то неточности в измерении. Ну, блин, сделали бы куклу какую-нибудь, и то было бы точнее. Айсофлоу, вот эта айсохрень, это понятно. Айсофлоу убрали, и тем самым сэкономили вес, да? Мадонн стал гораздо легче. Это, конечно, здорово в конечном итоге. Потом у нас новая наклеечка имеется, окей. Потом руль комбинировали, тоже уже сказал. Это больше минус, чем плюс. И все интегрировано. Ну, это уже было, елки-палки. Все интегрировано уже, начиная с Трекмадон 9. Там никаких тросиков, ничего не видно было в одной версии. Так что, не знаю, здесь все интегрировано. Геометрия H1.5 тоже осталась. В 54-м размере это 1.40 стек-ту-рич. Цена у нас увеличилась. Посмотрите, за ту же самую Red Access 15 тысяч евро. Прошлый SLR 9 стоил 13200 с чем-то. То есть, это почти на 2000 евро дороже версии стал. Реально дороже. Ну, окей, она немножко лучше, я бы так сказал. В конечном итоге, да? То есть, к выводу, если приходить, если сравнивать с прошлой версией, то новый действительно лучше. Но он дороже. Потом, вот этот демпфер, его нельзя настроить. Если он вам подходит, то здорово, классно. Тогда действительно лучше все. Если он слишком мягкий или слишком жесткий, тогда это минус. Но если вам подойдет, или вы не заметите разницы, или вы не знаете с чем сравнить, то это будет здорово. Да, все версии тут с ваттметром Red. В конечном итоге, модул стал легче, лучше, так или иначе. Если вы знаете свой размер, какой вам ширины руль нужен, какой вам длинный вынос, тоже это не проблема для вас. Будут проблемы, наверное, с перепродажей, если выберете, особенно, широкий руль на маленькой раме или что-то такое. Потому что отдельно этот руль будет стоить, ну, где-то, наверное, под 600 евро, что-то такое. Потом с подсиделом, та же самая история. Если вы не знаете, какой вам нужен подсидел, то беда. Тогда нужно будет экспериментировать. А подсидел 300 евро стоит. Или даже дороже в этот раз. И тоже не забуду сказать, что теперь официально в шопе трек больше нет об одной версии в качестве фреймсета. Раньше аж девятый фреймсет лежал здесь. Просто удалили. Видимо, слишком много конкуренции. Но самый бюджетный Madone SLR 6 стоит 7700 на 105 D2. Он весит 7,75. То есть это чуточку тяжелее, где-то 200-300 грамм, чем топовый Cube C68 SLT. Топовый. То есть там Red Exos или Dura Ace 92. Вот это... И цена та же самая. Чтобы вы выбрали в конечном итоге. Здесь, блин, действительно сложный выбор. Либо вы хотите трек. Блин, ну трек. Ну, окей. Здесь по цветам не так все четко, по-моему. Пока еще. Здесь, если icon, конечно, можно его завернуть очень прям в конфетку. Но... SLT или SLR? Дай мне знать в комментариях. Спасибо за внимание. До свидания.